МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Услуги эвакуаторов Тольятти". Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Санитарная служба Санета. Обработка участков от садовых вредителей, клещей и комаров. Звоните прямо сейчас. 62-23-00. На улице Мира из-за невнимательности водителя Лада Калина в больнице оказался один человек. Из данных сотрудников ДП следует, что автомобиль ВАЗ-2109 следовал со стороны улицы Карбышево в направлении Голосова. Владелец Калины, в свою очередь, выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. Нарушая правила дорожного движения, он не предоставил дорогу девятки. ВАЗ-2109 на полном ходу врезался в переднюю часть кузова Калины. О произошедшем сообщили в службу 103. К месту были направлены медики. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2109. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения и находились не на ходу. Не обошлось без помощи эвакуатора. В происшествии продолжат разбираться сотрудники госавтоинспекции. В пятницу на улице Барковской столкнулись два автомобиля. Лада Гранта и Хёндай Солярис. За помощью к врачам обратился один из водителей. Оба автотранспорта двигались попутно со стороны Юбилейной в направлении Южного шоссе. Предполагаемая виновница аварии на своем автомобиле Лада не заняла крайнее левое положение на проезжей части и стала поворачивать. В итоге спровоцировала столкновение с иномаркой. Хёндай ударил Ладу в водительскую сторону. В салоне Соляриса сработали все подушки безопасности. К месту дорожного ЧП была направлена карета скорой помощи. Врачи осмотрели водителя иномарки. В результате ДТП он получил ушиб кисти руки. Ему было назначено амбулаторное лечение. Оформлением аварии занимались сотрудники Тольяттинской госавтоинспекции. В Ставропольском районе на перекрестке Северное-Хрящевское шоссе столкнулись два ВАЗовских автомобиля. На момент прибытия съемочной группы сотрудники ГИБДД убрали машины с проезжей части во избежание пробки. Как рассказал водитель Семерки, он двигался со стороны в одно шоссе. На перекрестке стал совершать левый маневр поворота на Северную. Мужчина имел преимущество в движении. В итоге в него врезалась женщина на X-Ray, которая двигалась со стороны села Выселки. Водителю ВАЗ-2107 потребовалась помощь врачей. В результате дорожного происшествия он получил удар грудной клетки головы. Ему было назначено амбулаторное лечение. Оформлением аварии занимались сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району. У торгового центра «Капитал» на улице Дзержинского вечером в четверг столкнулись две гранты. По предварительной информации обошлось без пострадавших. В деталях аварии предстоит разобраться сотрудникам ГАИ. В ходе разбора дорожно-транспортного происшествия будет установлен виновник произошедшего. Вы за рулем? Уберите телефон. Исследования показали, что за последние шесть лет водителей, использующих мобильный аппарат, за рулем становится все больше. Многие забывают, что разговоры по телефону, написание СМС отвлекают автолюбителей. Человек становится рассеянным и не всегда может вовремя заметить опасность. К тому же он сам может спровоцировать аварийную ситуацию. Так что самым лучшим вариантом общения по сотовому телефону является разговор спокойной обстановки в автомобиле, который припаркован на обочине.